хай ухай с вами покашеварим а спонсор от выпуска покашеварим сайт hd резко точками сайт на котором в hd качестве в режиме онлайн можно посмотреть фильмы мультфильмы или сериалы причем в любой озвучке который существует на данный момент ссылку на сайт hd резко точками я оставлю в описании к видео поэтому переходите и смотрите в этом выпуске я покажу вам как легко и просто приготовить соус цезарь в домашних условиях если вы решите когда-то делать салат цезарь или к примеру там ролл цезарь или что-то еще с наименованием цезарь то я так скажу без соуса настоящего и вкусного соуса цезарь у вас ничего не получится название салат цезарь то есть салат и соус нет друзья мои не римский император а соус цезарь то есть салате должен обязательно быть вкусный соус цезарь это основа чтобы приготовить соус цезарь нам нужны в общем-то нехитрые ингредиенты и кое-какие хитрые обязательно нужно растительное масло желательно оливковое рафинированное друзья не надо брать нерафинированные масла потому что они перебьют вкус цезаря по сути дела соус цезарь это майонез приготовленный с особыми фишками свойственными для соуса цезарь и вот для того чтобы приготовить майонез можно взять в общем-то и подсолнечное масло и оливковое у нас будет либо обычный майонез провансаль либо оливковый майонез еще нужна горчичка я например люблю использовать обычную русскую острую горчицу ничего в этом нет я просто ее немного добавляю но у нее очень насыщенный горчичный вкус ну и чуть-чуть пикантной остроты соусу не помешает но если хотите можно использовать сладкую горчицу но тогда ее добавить побольше но на то количество ингредиентов из которого мы будем делать соус я скажем возьму почти чайную ложку острой горчицы если будете использовать сладкую горчицу возьмите две чайные ложки еще потребуется 2 яйца лимонный сок обязательно соль соус цезарь и желательно добавить соус ворчество друзья не пожалеете купите этот соус он вам пригодится и приготовление мясных блюд и конкретно в этом соусе реально купите очень полезная штучка еще мы возьмем примерно 5 тушек анчоусов анчоусы наверное это основная вкусовая фишка соуса цезарь без анчоусов хороший соус цезарь не получится поэтому ищем анчоусы покупаем анчоусы если уж не находим анчоусы дорогие вот таких небольших баночках то можно в принципе заменить знаете на что на какую-нибудь слабосоленную кильку в крайнем случае но не знаю шпроты добавить тоже худо-бедно сойдет но это совсем уж на крайний случай хотя до конца даже не уверен в этом совете нет наверное друзья шпроты не надо еще потребуется чесночок буквально два зубчика и каперсы как бы было бы неплохо добавить к соусу потому что они тоже создают особый вкус для этого соуса можно ли обойтись без каперсов в принципе можно без анчоусов пожалуй нет вот без каперсов обойтись можно но если они есть прекрасно тоже добавим ну и немножко твердого сыра желательно использовать пармезан или что-то похожее на пармезан как я говорил ранее соус цезарь готовится на основе майонеза поэтому сначала надо приготовить майонез первым делом взобьем яйца с добавлением соли и горчички теперь в яйца добавляем растительное масло так понемножечку вливаем до того состояния пока соус у нас не станет густой и не станет похож на майонез добавим еще лимонного сока к майонезу выдавливаем чеснок разминаем вилкой анчоусы вместе с каперсами ну и тоже добавляем к майонезу конечно чайная ложка соуса ворчестер и в конечном итоге все это желательно взбить погружным блендером в конце на мелкой терочке в соус натрем сыр пармезан или что-то похожее на пармезан все перемешаем и в принципе соус у нас готов после того как мы приготовили соус ему надо дать немножко постоять чтобы все вкусы перемешались и использовать в салат цезарь или ролл цезарь чего там хотите готовить с вами была передача по кашеварим и ее неизменный ведущий меня зовут виталий на сегодня пожалуй все пока а и всем ума и 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 Продолжение следует...